Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о теологическом образовании. В разговоре участвуем мы вдвоем. Меня зовут Зайцев Игорь Николаевич, я заместитель декана факультета философии, богословия и религоведения. Также я курирую теологические программы в нашей академии. И в беседе сегодня со мной... Протерей Дмитрий Сизаненко, преподаватель РХГ и преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии. Преподаю там современное западное богословие. Здравствуйте! Да. Что ж, друзья мои, я полагаю, что мы начнем с того, что попытаемся очертить то общее, что есть между теологическими программами в РХГ и в Духовной Академии. Я, пожалуй, начну в том смысле, что, конечно, Русско-христианская гуманитарная академия носит в себе название «христианская», и это изначальный замысел, вложенный при создании академии. То есть это учебное заведение светское, но при этом ориентированное, обращающее особое внимание на христианство, ну и, в частности, конечно, на православие, как наиболее близкую нам версию христианства. Вот. В этой связи мы выстроили таким образом обучение, что для наших студентов предоставляется вся возможность для глубокого изучения догматического ядра христианства, исторического пути, которое проделали те или иные деноминации. Ну и, в общем, как бы мы предоставляем достаточно фундаментальное образование касательно именно христианской веры и христианского богословия. Вот. Я думаю, что здесь есть много общего с тем, как дело обстоит в Духовной Академии. Да, совершенно верно. Программа РХГА в целом построена на основе традиций духовного образования, в том числе и в церковных учебных заведениях. То есть это лучшая академическая традиция, догматика, библеистика, история церкви, каноническое право, весь этот комплекс дисциплин. Но со своей спецификой, поскольку любое церковное учебное заведение, как и ведомственное учебное заведение, оно заточено на подготовку кадров, подготовку специалистов, которые будут работать в определенном сообществе. Например, трудно себе представить, что будет большое количество прихожан Русской Православной Церкви, которые у священника спросят что-то о Хайдеггере. Но нужны теологи, которые способны работать не только внутри церкви, но и тоже отвечать на вызовы современного мира. Особенно те вызовы, которые ставит современная культура, современная молодежь, они бывают очень острые. И, конечно, в сферу компетенции священнослужителей это не попадает. Их готовят именно профессионалов для церковного служения. А РХГ дает вот такую уникальную возможность представить версию теологии, которая не будет ограничена рамками церковной среды, но будет выступать действительно царицей наук гуманитарного знания, в таком органичном, как мы надеемся, диалоге со всем гуманитарным знанием. Да, спасибо, что упомянули об этом. Я совершенно забыл сказать, охарактеризую академию, что несмотря на то, что мы христианская академия, что у нас есть теологические программы, важно подчеркнуть, что наше теологическое образование строго говоря не дает вам основания стать священником, пастором и вообще как-то совершить какую-то церковную карьеру. Конечно, в числе студентов у нас есть священнослужители разных динаминаций. Они получают то образование, которое им нравится, которое дает достаточный фундамент для их подготовки, но вот если вам нужен именно пропуск к тому, чтобы стать священником, это, конечно, в духовную академию. Мы в этом смысле напрямую такого рода воротами к такого рода карьере, конечно, не являемся. Ну что ж, я думаю, что настало время сказать несколько слов о различиях. При всем совпадении, при том, что растем из общей традиции, но все-таки есть некоторые различия. И, конечно, самое, мне кажется, важное различие состоит в том, что мы, будучи светским вузом, имеем возможность предоставлять гораздо более широкую площадку для межрелигиозного диалога. Когда в одной аудитории органическим образом сидит пастор-пятидесятник, верующий католик, верующий православный, который, может быть, даже имеет в виду сделать какую-то потом церковную карьеру, но не прямо сейчас, и они обсуждают один комплекс вопросов, то из этого совершенно естественным образом возникает такая полифония точек зрения, когда студент может видеть, что есть разные точки зрения на один и тот же вопрос. Эти разные точки зрения не обязательно состоят в том, что кто-то еретик, а кто-то молодец, православный, ортодокс и что бы то ни было. Дело, конечно, не в этом. То есть бывает такое, что обсуждаются и ереси, и важно понимать, где проходит грань между возможным разномыслием и уже отклонением от фундамента христианской веры. Но, в общем, это обстоятельство создает, на мой взгляд, уникальную возможность для наших студентов. Ну и кроме того, как бы более тесное, более, как сказать правильно, более тщательное внимание к философии позволяет также дать возможность нашим студентам более, так сказать, доступ к более глубокому теологическому пониманию тех проблем, которые, собственно, затрагиваются в самом богословии. Философия и теология – это, в принципе, такие сестры, которые, в общем-то, идут по истории рука об руку, и то развитие, которое совершается в рамках одной из этих дисциплин, обязательно находит свой отклик в другой. И вот мы, собственно говоря, таким образом пытаемся установить нашу теологическую программу, наше образование на двух ногах – и на философии, и на богословии. Вот, пожалуй, кратко я бы выделил такую особенность. Отец Дмитрий, как вы полагаете, в чем ваше преимущество и ваше отличие? Но мне, как православному священнослужителю, очень интересно работать с протестантами и с людьми неверующими, которые приходят изучать теологию, потому что у каждого из них глубокая мотивация, и это приучает усвоить необычный для конфессионального богословия метод открытости, потому что ты не просто должен обличить и кого-то осудить за что-то и навязать свою точку зрения, но наоборот понять, что лучшего ты можешь дать другому, и что лучшее другой может дать тебе. И это принципиально меняет вообще мировоззрение, мировосприятие человека. И мне кажется, это как раз то, что наиболее отвечает духу русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского вот эта некая открытость к взаимообогащению, диалогу для поиска большего понимания богатства и собственной традиции через встречу с другим. И на практике это всегда работает гораздо интереснее, чем когда об этом говоришь просто так вот теоретически. И, конечно, междисциплинарная составляющая является колоссальным преимуществом РХГА, свободное общение с людьми, которые занимаются самыми различными направлениями современной, и философии, и психологии, и других разделов социологии, других разделов гуманитарного знания. Все это обогащает теологический базис, чего лишены студенты духовных учебных заведений, потому что там более узкие задачи. Ну да, они, может быть, более практически ориентированы как бы на пастырскую специфику, потому что, ну вот я не знаю, поправьте меня, если я не прав, ну, скажем, должно быть, я уверен, есть такая дисциплина в Духовной Академии, как сравнительное богословие. Но я так понимаю, что в рамках Духовных Академий это скорее такое предоставление учащимся набора с каких-то стандартных контраргументов против других деноминаций. То есть это такая важная вещь, это полезно знать, необходимо знать. Но когда происходит сравнение и сопоставление различных богословий, различных конфессиональных подходов в рамках уже русской христианской гуманитарной академии, то тут просто как бы интонация другая. То есть именно речь идет об таком культивировании открытости, а не на том, чтобы, так сказать, набрать, собрать твой набор отверток, которые ты будешь прикладывать. Да, но опять же преимущество РХГ – это место встречи, действительно площадка, потому что я как раз в Духовной Академии тоже читаю курс сравнительного богословия, и те вещи, которые преподаются студентам, о том, что такое протестантизм, какие заблуждения протестантизма, какие заблуждения католицизма. Если эти же тезисы ты будешь повторять в среде, где сидят реальные живые протестанты, католики, носители этой традиции, они просто себя не узнают. И ты видишь, насколько вот этот метод обличительного богословия, который на наследии XIX века, он имеет свои недостатки и уже не отвечает некоторым вызовам современности. Поэтому для изучения сравнительного богословия действительно встречи с живыми носителями традиций, услышать их мнение, то, как они видят православие, какие у них вопросы к православию, это, конечно, бесконечно обогащает. И служит тоже, не побоимся таких громких слов, какому-то межконфессиональному миру и согласию в Петербурге, потому что Петербург — это город открытый, это культурная столица. Да, да. Тут бы я еще подчеркнул таким образом, что, как сказать, конечно, догматические различия между различными конфессиями абсолютно реальны, ненадуманы и значительны. Никто не собирается выработать какое-то такое среднее богословие, среднее христианство, которое является просто абсолютно для всех приемлемым. Вот это вряд ли возможно. Но я полагаю, что действительно путь к какому-то большей религиозной гармонии, он лежит именно в общении, потому что проблемы возникают не тогда, когда есть какие-то принципиальные расхождения, а тогда, когда люди не общаются, не разговаривают об этом. И вот тут мы, конечно, пытаемся по мере сил исправлять эту ситуацию. Ну и в заключение я бы хотел сказать несколько вещей о формальных обстоятельствах. В нашей магистратуре в этом году есть бюджетные места. Это означает, что вы можете поступить и не платить за обучение. Государство это будет делать. И даже если вы достаточно хорошо учитесь, вы будете получать стипендию. Она, конечно, скромная, но, что называется, на дороге деньги не валяются. Важно также подчеркнуть, что сама программа нашей теологической магистратуры выстроена таким образом, что это такое фундаментально-философское теологическое образование, внутри которого есть два модуля с акцентом на православной традиции и с акцентом на протестантизме. Таким образом, вы можете поступить в эту магистратуру, допустим, вы последователь той или иной протестантской динаминации, и вы не будете вынуждены присутствовать на тех предметах, которые являются специфически православными. Ну, я не знаю, там какая-нибудь история, обновленчество XX века. Для православного модуля предмет, безусловно, важный, необходимый в самых разных смыслах, но протестантам по понятным причинам, в общем-то, неинтересный. Но у них есть возможность посетить свой предмет в это время, в который ведет квалифицированный преподаватель с протестантским бэкграундом, который понимает нужды своей аудитории. Еще раз, значит, мы приглашаем всех поступать в нашу магистратуру. Есть модуль православия, есть модуль протестантизм, и есть бюджетные места. Будем рады всех видеть. Две формы обучения. Есть дневная форма обучения и заочная. Дневная обучение происходит по будним вечерам. То есть, это можно совмещать с вашей трудовой занятостью. Конечно, это непросто. Вот, может быть, какой-то день надо будет пораньше уходить с работы, но это осуществимо. Заочное обучение устроено, в общем, как более-менее везде. Два раза в год вы приезжаете на очную сессию, а в перерыве между сессиями изучаете литературу, готовитесь, делайте домашние задания, и все будет хорошо. Ну что ж, мне кажется, мы сказали достаточно. Если я тебе измерил, я хочу что-то добавить в финале нашей встречи. Я хочу сказать, что теология это царица наук, это единственная наука, которая точно знает, чем она занимается. Она занимается Богом. И поэтому это место для тех, кто интересуется вот этой реальностью. И в этом смысле Льюис прав. Он говорил, что все думают, что самое интересное в мире – это футбол, а на самом деле всех интересует только Бог. Поэтому поступайте на теологию, в РХГА, и вы не пожалеете об этом. Да, в дни начала очередного чемпионата Европы особо актуально. Большое спасибо тебе, Дмитрий. Большое спасибо нашим зрителям. Ждем вас в нашей академии. До свидания. До свидания.